Моя внучка 16 лет, влюблена в мальчика, 19 лет. Он с серьезным физическим недостатком. Нашу семью это очень беспокоит. Как нам не наломать дров? Да, ситуации бывают очень непростые. Это жизнь, которая ни в один учебнику уложена не может быть. Но ваша дочка все-таки не курочка и не дурочка. И поэтому нужно вести с ней беседы. Если она готовится когда-то, я думаю, что это когда-то не растянется на 15 лет, быть матерью, то, конечно, нужно рассуждать. Не воспрепятствует ли ее серьезное чувство, скажем, к мальчику с ограниченными возможностями, к осуществлению вот этих планов. Быть молодыми родителями очень нелегко. Иные недостатки могут передаваться по наследству, другие вовсе препятствуют чудо рождению. А третьи могут быть искуплены подвигом любви. Мне, например, знакомы счастливые пары, где молодая красивая девушка выходит замуж за незрячего, будучи пленена красотой его души, его интеллектом, его внутренней культурой. И вот от этого брака рождаются три или четыре ребенка, и все они уникальны по-своему. Эта семья до сих пор у меня перед глазами. Они, правда, уже далеко где-то в Италии. Но я помню, какие дети родились от этого союза. Они поражали меня своей вещей мудростью, как говорят, устами благодатного младенца. Истина глаголит. Я думаю, что ваш вопрос нуждается все-таки в пристальном рассмотрении и не заочно. Дай Бог вам найти мудрого пастыря, который, вникнув в ситуацию, поможет вам не наломать дров, но наметить поступательные движения, либо как-то умело и тихонечко отвести барышню от ее альтруистического решения. Продолжение следует...